Девушки отдыхают Девушка жила в детском доме два года Ее мать решили родительских прав Ну, нам она пригляделась Я сама отказалась, между прочим Мы посмотрим Подождите, ответчик, ответчик, ответчик Ну, естественно, двух фраз не успел сказать Извините Нам она очень пригляделась, понравилась И мы оформили на ней опеку Поначалу все шло замечательно Моя жена К ней настолько Природнилась Столько времени стала уделять Не расставалась практически Я был на работе, возглавлял Крупную строительную компанию С деньгами все было хорошо Занимался своим делом Супруга занималась дочкой Все было прекрасно Потом бизнес у меня прогорел С этого и начались проблемы Жена ушла Вот Я как бы начал Искать работу И спустя какое-то время Моя супруга родила еще одного ребенка Вот Мальчика От другого мужчины Вот Думала, что не могла родить А тут бац И родила Ну и через некоторое время С ним исчезла Оставив меня одного Ну, как одного С маленькой дочкой Марии И еще с сынишкой Степой Так как он является моим сыном Потому что с Ольгой С моей супругой Развод мы официально Еще не успели оформить А, я поняла То есть на основании Свидетельства о заключении Брав Да, Ваша честь Вот, пожалуйста, все документы По высшему перечисленному Вот То есть А в отношении Девочки Вы опекун? Я опекун И Мало того, что я опекун Я постоянно Думаю о Марии Я ее Очень сильно люблю Вот Сейчас Ситуация такая Что я Работаю Обычно менеджером По продажам Нет, а тогда Ответчик-то Кем приходится Девочке? Ответчик Как я установил Является Ее биологической Матерью Вот Здесь есть Свидетельства Неправда Подождите Ответчик И вы на основании Того, что С родителей Юридических И биологических В случаях Их отказа От детей Обязанность По материальному Обеспечению Не снимается Вы Выполняете Функции Опекуна В данном случае У вас еще есть Один иждивенец Материальность Содержать которого Вы обязаны Это несовершеннолетний Ребенок Вы требуете Чтобы биологическая Мать Выплачивала В пользу Своей Биологической Дочери Алименты На ее содержание Да, Ваша честь А скажите, пожалуйста А вы Опекунство Выполняете Без договора? Ну, то есть Только на основании Решения Или у вас Возмездный договор? Нет, я На основании Решения На основании Решения Ну, вы пособие Естественно Получаете Это я понимаю Так, мне все документы Да, Ваша честь Через судебного пристава Передайте, пожалуйста Естественно А как Вам стала Доступна информация Что ответчик Является Биологической Матерью Девочки Я поднял свидетельство О рождении Марии Вышел на роддом Где Мария родилась И там мне уже подсказали Конечно, это было непросто Но мне подсказали Фамилию, имя Ее биологической матери И поскольку это не было Связано с усыновлением А с опекунством То в данном случае Ну, там Сохранение тайны Усыновления Оно не требовалось Да, все верно Ваша честь Пожалуйста Ваша честь Я с иском категорически Не согласна Потому что Этому ребенку Я мать суррогатная А не биологическая Да по документам Ты ее мать По документам Да Кровь там злая Кровь-то не моя Дорогой мой В том-то и дело ДНК не мое Ваша честь Кровь не моя Материал не мой Подсадили мне Эмбрионы этого Суррогатная мать А не родная И не биологическая А что Биологические родители Отказали А биологические родители Пропали Ваша честь История была такая Я была в очень тяжелой Ситуации Муж меня первый бросил С ребенком Грудным На руках Денег не платил Отец родной Из дома Выставил Мать умерла Все шло наперекосяк Концы с концами Еле-еле сводила С грудным ребенком На руках И знакомые Посоветовали Стать суррогатной матерью Сказали, что Ну, хорошие деньги Можно за это выручить Да Я долго думала Но в итоге решилась Ну, вот за деньги Детей готовы Как вещи кидать Бросать Подождите Подождите Дайте разобраться Ну, вот ты в моей ситуации Я бы на тебя посмотрела У меня вообще не было денег Где документы Которые подтверждают Что вы были суррогатной матерью А они где? Договора у меня К сожалению Не осталось Ваша честь Я вам расскажу Всю историю Биологические родители Пропали Оставили меня одну На седьмом месяце Беременность Подождите Ответчик У вас нет договора Вы приходите в суд И говорите Я суррогатная матерь Ну, договор пропал Ваша честь Нет его Давно дело было Ну, нету, да Документа Как такие вещи могут пропадать? Ну, вот так вот Пропали Молодая Давно все это было Понимаете? Они меня бросили А я одна была Совершенно Они мне обещали Что заплатят Миллион двести Между прочим И девятьсот тысяч Мне так и не заплатили С той суммы А сами пропали Я, честно сказать Даже не знаю, где они Я их искала И через клинику В которую я пришла Для того, чтобы стать Суррогатной матерью И телефоны И адреса Ну, все перелопаются Ну, хорошо, скажите, пожалуйста Может быть, даже умерли Ваша честь Кто его знает? Бросили меня Откуда я знаю? Ну, чем вы мне можете Это доказать? Каждое ваше слово Чем вы мне можете доказать? Мне не биологическая Я материнка Я готова сделать ДНК-тест Пожалуйста Дайте мне вопрос Дайте мне задать вопрос Вы, когда в роддом пришли Был договор О суррогатном материнстве? Когда в роддом пришла Был договор Вы его представили? Конечно Он был заключен Со специализированной клиникой Да Понятно А в тот момент Когда вы родили ребенка Специалисты из этой клиники Приехали? Да Да Все анализы сделали? Конечно Где результаты анализа? Нет у меня результатов анализа У вас на руках У меня нет результатов анализа У меня ничего не осталось Потому что я была уверена Что эти люди сразу возьмут ребенка Я о документах-то не думала Но когда договор заключали Там минимум был бумаг Я поняла Они меня просто бросили одну Я поняла, ответчик Я поняла А у меня двое детей, между прочим Суд удаляется для оформления судебного запроса Как так к детям можно относиться? Да не морен ребенок Ты не мой Кровь не моя Да что эти документы Бумажки это просто Самый воспитывай Взрослый мужик Деньги зарабатываешь Молодой, здоровый Ответчик Прошу всех садиться Женщину, у которой двое детей Хочешь, какие-то 10 тысяч несчастные Что, заработать не можешь, что ли? На твоего же ребенка Я могу говорить, да? Могу говорить? Хорошо В связи с тем, что при рассмотрении данного спора Необходимо получение достоверной информации О том, кто является биологическим родителем Биологической мамы указанного ребенка Это имеет существенное значение Для правильного принятия решения Поскольку если утверждение ответчика верно И она исполняла функцию суррогатной матери По соответствующему договору Это будет подтверждено Медицинскими исследованиями и документами Основания для взыскания алиментов С ответчика как небиологической матери У суда иметься не будет Поэтому суд оформляет судебный запрос Просьбы дать соответствующую информацию Заключался ли такого рода договор Кто является сторонами по указанному договору И полученные медицинские исследования Подтверждают или не подтверждают Что ответчик является биологической матерью По отношению к несовершеннолетней девочке После получения указанной информации Суд назначит судебные заседания Для принятия соответствующего решения Из этой ответчик суд огласил свое решение Дело закрыто Прошу всех встать Решение суда Дело отложить Решение суда мне понятно Будем ждать результатов экспертизы Для меня нет большой разницы Кто будет платить алименты Лишь бы они платились Мне очень жаль, что я потеряла договор О суррогатном материнстве Но теперь буду надеяться Что все-таки в клинике остались бумаги Остались анализы И будет доказано Что я не биологическая мать этого ребенка А суррогатная, коей я и являюсь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова